АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, братишка! Ничего себе! Мы ждем! АПЛОДИСМЕНТЫ Давай останемся такими, как сейчас хочешь Давай останемся такими, как есть Ночью я продолжаю писать эти строчки Оставайся для меня моим цветочком Только точно, я доверчив очень Очень сложно, бывало так тревожно Когда любить тебя было не можно Хочу тебя сейчас, и мне не надо позже Тревожат мысли о самой чистой Хотелось бы, чтобы быстро читая числа Считая, что завис я, считая, что зависим я Быстро-быстро тают мысли Хочу писать и чувствовать тебя на коленях у себя Хочу писать и чувствовать себя на коленях у себя Давай останемся такими, как сейчас хочешь Давай останемся такими, как есть ночью Я продолжаю писать эти строчки Оставайся для меня моим цветочком Давай останемся такими, как сейчас хочешь Давай останемся такими, как есть ночью Я продолжаю писать эти строчки Оставайся для меня моим цветочком Брал минуса, приезжая в увольнение, брал минуса, накладывал эти стихотворения В общем, что-то получалось, сейчас 21 композиция Волнение стихотворения, Анастасия, ну когда наконец-то вы поймете, что такое рэп-музыка? Вы уже который гастинг подряд просто говорите Я в рэпе не разбираюсь, по-моему, вы уже должны стать настоящим профессионалом На самом деле, я буквально вчера разговаривала со своим сыном, потому что сказала, что я решила взять у него совет, потому что я ничего не понимаю в рэпе Я говорю, Ваня, Иван, расскажи мне, 17-летний подросток, что это такое Он мне немножко рассказал историю, но мне почему-то всегда кажется, что это все-таки не наша культура Если кто-то гениально читает у нас рэп, это за редким исключением В общем, считается первым русским гангстер-рэпером Александр Сергеевич Пушкин, он, знаете, на фристайле такое выдавал Мне кажется, когда Анастасия услышит качественную рэпчину, она точно оценит ее Может, я попробую что-нибудь акапельное исполнить? Класс! Давайте, коль, будем что-то пробовать, я хотел, извините, пожалуйста В рэпе не только читают, и в современном русский рэп, там еще и поют Хотелось бы послушать, умеете ли вы интонировать какие-то кусочки И если вы будете участвовать в проекте, и будете исполнять какую-нибудь известную рэперскую песню Может, допустим, того же Басты, да, вспомнил «Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь» Ну, чуть-чуть интонирует, чуть-чуть «Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь — это драма, моя душа несется ввысь» С точки зрения вокала, да, тут есть вопросы, но есть интонация Я не знаю, как решение будут принимать продюсеры, конечно, но говорят, тут в прошлые дни очень много было рэпа, да, то есть трудно сказать. Ну, Саш, я тебе скажу, что у нас в прошлые дни было много рэпа, но в основном его исполняли какие-то 15-летние парни, вот такой нормальный белорусский мужик, который сходил в армию, отслужил, сейчас делает то, что ему нравится. Я серьезно говорю, Андрюш, вашу команду, ваш Dream Team, этот человек точно украсят. Ну, будут решать продюсеры, я думаю, что вы обратили на себя внимание, единственное, хотелось бы, у вас еще от армии осталось чуть-чуть какой-то раскованности, да, и у вас очень хороший лирический текст был там, да, а вы пытались при этом как-то так сказать, то есть эмоционально нужно передавать это все правильно. Я очень люблю рэп, и Андрей знает, и Андрей любит рэп. Я вырос на рэпе, я организовал рэп-вечеринки в своем городе, и я все нормально, я очень люблю рэп. Давайте попробуем еще. Давай попробуем это. Оп, оп, меняя поношенный деток, алошенок, деток, маша, мамашины бриджи, в гневое село приезжает сегодня с Месси и Месси от Риджи. Масса готова идти, в кассах очереди, в очереди там что-то такое дает. Понимаешь? Давайте, можно я попробую? Давай, давай, рэп-баттл, поехали. А я с припевчиком как раз, чтобы... О, давай. Бойся, приду, соберу тебя, спросишь, глядя в мои глаза коса, ты кто? Отпусти меня, бросишь, и так не узнав, кто я. Даже на работе, в саже, мыслю о твоем типаже. Представление мажет, и ты обязательно так важна. Моя жажда нежная, такая влажная. Ты не хотела, я так хотел, паника налетела и улетела. Я все тот, как бы не так, нужно меняться. В рэпе очень длинная песня. Можно было на припеве закончить. Очень сложно, я думаю, что будет очень сложно принимать решение. Так, по уровню, мы очень много слушаем рэп-музыки, по уровню, то есть есть к чему еще далеко, к чему стремиться. Но это рэп, тут все очень сложно. Мне бы как аранжировщику было бы интересно с вами поработать. Отлично! Как аранжировщику. А что касается ваших вокальных, вот этих... Ну тут есть вопросы уже не ко мне, поэтому... Спасибо огромное! Молочина, красавчик, братан! Йоу! Алиша Киз, Анастасия, мне кажется, это ваша тема, вам надо узнать, кто это такая. И внешне вы чуть-чуть на нее похожи. Антон, я поняла. Да, цель моего пребывания в этом проекте. Вы меня просто склоняете к рэпу, склоняете. Вы как-то все время с рэп-музыкой вот параллельно идете. Продолжение следует...